Глава Туркменистана Гурбангулы Берду Мухамедов огорчил автомобилистов. Президент приказал с 1 июля больше не выдавать бесплатный бензин. С 2008 года были введены социальные нормы на ГСМ, согласно которым граждане, владеющие личным автотранспортом, за счет госказны бесплатно получали почти полторы тонны топлива в год. Такая щедрость демонстрировала наступление эпохи нового президента Гурбангулы Берду Мухамедова, сменившего тогда Сапар Мурада Ниязова. Отмену халявы власть аргументирует чрезмерной жадностью некоторых автовладельцев. Алчные люди приобретают и оформляют на своих родственников десятки автотранспортных средств, используя их для получения в корыстных целях бесплатного автомобильного топлива, выдаваемое государством. В реальности же причиной отмены халявного бензина является банальный дефицит в госбюджете. По мнению аналитиков, в Туркменистане сложилась ситуация, когда аппетиты государства не совпадают с его возможностями. На фоне расходов на масштабные строительства правительству не удается увеличить поступление в казну. Глава страны стал рачительнее распоряжаться госсредствами и обрубил все возможные траты. С прошлого года началась тотальная экономия бюджета. В Туркменистане, кроме бензина, еще со времен Туркмеймбаши действуют льготы на свет, газ и воду. Все это выходило в очень серьезную, как можно выразиться, копеечку, в большие деньги. И можно предположить, что такой груз стал серьезным бременем для туркменской экономики, которая испытывает проблемы, главным образом, со сбытом газа. Дело в том, что в последние годы есть проблемы с реализацией туркменского газа в российском направлении. Оно практически не развивается, все держится на уровне примерно 10-11 миллиардов кубометров в год. По мнению российского эксперта Ивана Ипполитова, туркменский социализм в его нынешнем виде долго не продержится. Властям все равно придется считаться с внешней конъюнктурой. А она в ближайшие годы будет складываться не совсем благоприятно для Туркменистана. Дело в том, что Ашхабад связывал большие надежды с рядом международных проектов, направленных на экспорт туркменского газа. В частности, так называемый проект ТАПИ, предусматривающий экспорт голубого топлива в Пакистан и Индию через Афганистан. Также был расчет на увеличение экспорта в Россию после реализации проекта «Южный поток». Как первый, так и второй проект, учитывая нынешнюю международную ситуацию, наверняка будут отложены на долгий срок. В отличие от газа, который связан с дорогостоящей трубной транспортной инфраструктурой, нефть можно продавать свободно, как жидкость, водным транспортом, железнодорожным, автомобильным ее перевозить, по трубам перекачивать, как угодно. Собственно, поэтому существует на нефть, как высокомобильный товар, мировые цены. Биржевая торговля нефтью производится. И, собственно, видимо, туркменское правительство еще и собирается этот высоколиквидный ресурс нефтяной как-то более рационально с точки зрения государственного бюджета использовать. Так что происходит некое поджимание социальных программ. Топ-менеджмент Туркменистана в постсоветский период хвалился тем, что население живет хорошо и в стране только-только наступил настоящий социализм. Теперь же новый период, названный нынешним президентом эпохой благоденствия и счастья, по-видимому, начинает эволюционировать в капиталистический реализм. И вопрос, долго ли еще туркмены будут получать бесплатный свет, газ и воду, вероятно, остается делом времени. Субтитры создавал DimaTorzok